Тема сегодняшнего вебинара из цикла вебинаров «Моя профессия – трейдер» «Пробой диапазона и ретест диапазонной торговли» Первая часть, вторая часть – графический анализ рынка и инструменты для расчета уровней цены На этом вебинаре рассмотрим сезонные циклы по движениям валютных пар и товарных контрактов Президентские циклы на примере США Диапазон рынка – размах Все вопросы прошу задавать в чат Итак, для быстрого знакомства с рынком и циклическими колебаниями, которые возникают на нем Нужно реально выяснить, что существует тренд Некоторые наклоны рынка И некоторые колебания цены вокруг общего тренда Если рынок Начинает консолидацию То это так называемая флетовая позиция И соответствует намерениям тренда Это тот самый вариант, когда на рынке возникает забор И очень часто при отсутствии стоповых позиций или коротких стопов Трейдер сливает собственный депозит Трендовые и циклические колебания рынка Наблюдаются практически на всех инструментах Возникает глобальный тренд Это красная линия Волнообразное движение рынка Сюда входит и пластичность или гибкость рынка А также Некоторые Амортизационные способности То есть рынок должен привыкнуть к новой цене И только после этого рынок разворачивается Соответственно Во всех этих колебаниях прослеживаются И стоповые и тейковые позиции Открытие и закрытие позиций Хеджирование, портфельное управление Если рассмотреть это на примере Общего видения рынка То диаграмму эту можно перевернуть С учетом прошедшего кризиса Было явное движение евро от 1.28 до 1.50 И затем был резкий слив То же самое и по индексам К индексам немножко позже вернусь Это краткое ознакомление С темой предстоящего вебинара Теперь посмотрим Как следует спрос и реальное предложение Сначала вводятся Новые технологии В частности в авиастроении И только затем Удовлетворяется спрос Соответственно К моменту достижения пика Сокращения строительства И насыщения парка авиалайнеров Спрос полностью удовлетворен И становится буденовещью Это относится к каждому продукту К каждому рынку К каждому товарному инструменту Соответственно необходимо учитывать Что каждый инструмент Имеет некоторую тенденцию Новизны И должен иметь срок для ввода в рынок После этого трейдер Привыкнув к инструменту Начинает им торговать Таким образом На первоначальном обучении Для трейдера новичка Лучше выбрать Один инструмент Максимум два И работать только С этими инструментами Сразу предупреждаю В связи с тем Что Сервис находится на Тайване А трафик раздается В разные страны Запаздывание возможно До 15-20 секунд Поэтому к этому Нужно привыкнуть И На видео Это будет все Достаточно мягко И гладко По циклам Понятно Да? Соответственно Мы наблюдаем Пробой диапазона Ретест И диапазонную торговлю На этом графике Это очень хорошо видно Колебания вокруг Красной линии Основная линия Трендовая Зеленая линия Это более быстрый тренд И синяя линия Еще более быстрый тренд Так называемые Все эти Графики Включают Один график Включает в себя Все понятия рынка Накопленные Позиционные Объемы Сопротивление Поддержкам Сопротивление Поддержкам И Прорыв Рынка Вверх Следом Возврат К предыдущей Линии Поддержки То есть Сопротивление Превратилось В поддержку Все эти вещи Очень хорошо Выясняются При Применении Индикаторов Объема Они хоть и дают Запаздывающий Анализ по рынку Накопленные Объемы Но тем не менее Позволяют Даже у отдельного Брокера Занимать Соответствующие Позиции Бывает Вариант Когда Так называемая Объемная Торговля Или ВСА Сталкивается С проблемой Безобъемное Движение Рынка Такое тоже Возможно Нужно учитывать Что У брокера Который Выводит Вашу позицию В рынок Всегда есть Собственная Позиция И которую Он всегда Прежде всего Имеет ввиду Соответственно Бывают Технические Перерывы В работе Бирж По евро Это был взлет Более чем На 120 пунктов Два года назад Потом Была публикация Что брокеры Самостоятельно Двинули рынок Но это было Все по правилам Котирования Инструмента Соответственно Брокеры Очень хорошо Заработали Сняли со стопов Многих трейдеров К этому Нужно привыкать Что рынок Это глобальная Структура В которой Ваши средства На уровне 4 триллиона Долларов В сутки Практически Незаметно Незаметны И теперь Одна из основных Тем Или интересных Тем Сегодняшнего Вебинара Это Закончившиеся Президентские Выборы На этом Графике Четко Видно Какое влияние Имеет Президентское Правление На движение Доллара Против Евро Или Евро Против Доллара Соответственно На Обаме Мы замечаем Значительные Колебания Рынка Второй Срок Президентский Он получил Соответственно Я ожидаю Уровень Сопротивления Поддержки На уровне Сейчас На Этой Картинке Не таймфрейм А Общий Вид Движения Евро И УСД За Многие Годы Потому что Никсон Кеннеди Правили Очень Давно В частности Вернемся Габами Парк Правая часть Графика Заметно Что Очень Большие Колебания С опорной Линией В районе Перехожу На терминал 78.30 По отношению К японской Иене По евро Эта Зона Ограничена 1.28 1.18 То есть Больший Размах В основном Рынок Рассматривает Основные Мажоры Так называемые Евро И УСД УСД Япон Японская Иена Наиболее Коррелируемая Валюта И Затем Переходит На индексы Поэтому Нужно Учитывать Что Это Чистая Стоимость Доллара По отношению К евро В зависимости От того Или иного Президента Так называемые Президентские Циклы Так называемые Президентские Циклы Соответственно Видим Глобальное Сопротивление При Обаме Этот уровень Был протестирован Несколько Раз Нынешнее Положение Дел По УСД Япону Это попытка Протестировать Уровень 80.0 Поэтому Нужно Учитывать Так называемые Циклы В том числе И президентские Циклы Сезонная Цикличность Рынка Как таковая Выражается В том Что Осенью Активируется Американская Промышленность Это Сбор Урожая И так далее Увеличивается Занятость Населения Сокращается Безработица Образуются Новые Рабочие Места Ну Это Все В основном В нонфармах Так называемых Поскольку Роботизация Автоматизация Производств Достигла Очень высокого Уровня Таким образом Сезонный Цикл По евро Это Практически Начало Роста В марте Апреле Месяцы И Некоторый Спад В сентябре Октябре Это Связано Также Еще С тем Что Евро Еврозона В это Время Закрывает Облигации Выплачивает Доход По Облигациям По Займам И так далее Возвращаются Кредитные Средства Соответственно Это Нужно В торговле Очень Хорошо Учитывать Таким Образом Сезонные Президентские Циклы Очень Сильно Влияют На Движение По Крайней Мере Трех Пар Евро USD Япон Если Рассматривать Фьючерсы И В этом Случае Трейдеру Просто Необходимо Выяснить Размах Рынка Размах Рынка В этом Случае Выясняется В частности Паре Евро И USD Как Обнаружение Торгового Диапазона Считается Размах Размах Рынка Цвет Меняю Сейчас Размах Рынка Некоторая Средняя Линия Последующий Ретест И снова Откат К удобному Уровню Цены По рынку Соответственно Многократное Тестирование Зоны 1.27 Может Привести К тому Что Образуется Зона Поддержки По Евро Вот На Этом Уровне Таким образом Мы Имеем Размах Рынка После Этого Имеем Зону Затишья И Дальнейшие Границы По рынку Это Так Называем Размах Рынка Поскольку Таймфрейм Здесь Очень Большой Четырехчасовой То Соответственно Стоповые Позиции У трейдера Должны Быть Большими В том Числе Тейковыми Тейковые Что Позволяет Трейдеру Придлиться По рынку Необходимо Прежде всего Применять Графический Анализ То есть Не просто Комбинацию Свечей Поскольку Разные Брокеры Имеют Разный Объем Торговли Соответственно Свечи У разных Брокеров Будут Отличаться Необходимо Просто Графически Чисто Графически Изучать Наклон Рынка Некую Среднюю Зону Размах И Последующий Выход Соответственно Стоповые Тейковые Позиции Должны Находиться Как Можно Ближе К Экстримумам Цены Локальные Экстримумы Цены Это может быть Или Хай Или Лоу Обычно С этим Трейдер Сталкивается Тогда Когда Рынок Начинает Консолидироваться То есть Амортизация Рынка Так называемая Рынок Привыкает К новой Цене Переваривает Новости Переваривает Фундаментальные Данные И продолжает Следующее Движение Также Это хорошо Видно На следующем Графике Что Рынок Занял Верхнюю Позицию В ожидании Совершает Колебания Вокруг Некоторой Линии Многократно Доказанной Это так называемая Диапазонная Торговля Пытается Протестировать Эту Линию И Наблюдается Так называемое Сжатие Сжатие Рынка То есть Сокращение Формируется Разворотная Фигура Чисто По Графическому Анализу Так называемый Диамант Если По Вульфу На это Посмотреть Внимательно 2 3 1 4 То Трендовая Линия Которая Будет Стремиться Рынок Находится На уровне Предыдущих Лоу Локальной Экстримуму Цены Лоу Поэтому Применяя Простейшие Методы Графического Анализа Можно Предугадать В некоторой Мере Движение Рынка Будущее Движение Рынка Соответственно Пробой Диапазона Ретест Диапазонная Торговля Диапазонная Торговля Этот термин Относится К рынку Которая Находится Во флете В это время Трейдеры В основном Свой депозит И теряют Простейшая Система Графического Анализа Выложена На Форекс Сессии Это Построение По Трем Линиям Графики Были Расчерчены Очень Давно И Практически Евро Из этого Диапазона Так и не вышло То есть Трейдер Имеет Возможность Применяя Стоповые Тейковые Позиции Постоянно Находиться В рынке И снимать Прибыль За прибыль Угнаться Не надо Лучше Зафиксировать Прибыль Частично Или Полностью И ожидать Дальнейшее Движение Рынка Какова Причина Такого Вывода Дело В том Что Вот На Этих Позициях Я Их Обозначаю Трейдеры Очень Часто Сливают Депозит Из-за Того Что Начинают Спешить Рынок Слишком Долго Топчется На Месте И Последующее Движение Рынка Практически Неизвестно Соответственно Необходимо Защищать Собственные Позиции Стоповыми Ордерами Разметка Графика Была Совершена По Волнам Вульфа На Форекс Иси Это Все Выложено Ссылочки Вы можете Найти На Вебинарах На Форекс Иси Посмотреть Свободное Время От Вебинара А Сейчас Прошу Задавать Вопросы Здесь Мы Наблюдаем Один Из Интересных Способов Хеджирования Тот Сам Способ О Котором Я Очень Часто Повторяю На Верхнем Графике Движение Индекса Насдак Сокращение Диапазона Торговли Фэт Забор И так Далее И в То же Самое Время Доллар Совершает Резкое Движение Насдак Пока Не Реагирует И Как Только Пошел Рост Насдак Стал Потихоньку Сливаться Это Так Называем Общераспространенная Стратегия Хеджирования Которую Применяют Американские Брокеры Сейчас Презентацию Хорошо Видно Что можно на этом графике На что обратить внимание Поскольку Насдак И СНП Не включают Финансовые Учреждения В расчет Поскольку Они Только Деньги Производят То Но деньги Вливаются В рынок То Рынок Индексов Или Торговый Инструмент Насдак СНП 500 Аус 200 Дакс Немецкий Индекс Дакс Потом Индекс Великобритании Франции Они Имеют Меньший Размах Но Как только Валюта Двинулась Образовались Разворотные Зоны То Индексы Тут же Начинают Корректироваться Иногда Гэпом Пытаются Вернуться К предыдущим Уровням Валюта Начинает Расти И мы Наблюдаем Так называемый Контртренд То есть Индекс Падает Валюта Начинает Расти Соответственно Это Очень Удобная Позиция Для Хеджирования И В этом Случае Валюту Можно Рассматривать Как Опережающий Индикатор Для Того Чтобы Трейдер Смог бы Занять Выгодную Позицию По Рынку Заметно Что Колебания Валюты Валютной Пары USD Япон Гораздо Более Выражено Чем Колебания Индекса NASDAQ Это Одна из Небольших Подсказок Практическому Трейдеру Этим Нужно Пользоваться Следующая Интересная Пара Которая Рассматривается На этом Вебинаре Это OutUSD И Индекс AUS200 Здесь Заметно Однонаправленное Движение Валюты И Индекса Верхний График Это Индекс Нижний График Валюта Затем После того Как РБА Австралийский Центробанк Снизил Ставку Рефинансирования Валюта Ушла Вниз И В то же Самое Время Индекс Начал Рост Теперь У индекса Наблюдаются Некоторые Колебания В связи С тем Что прошли Беззенские Выборы Формируется Новая Финансовая Политика И только После его Нового года Можно ждать Какие-то Серьезные Движения По рынку Также Учтите Что Вскоре Очень Скором Будущем Начнется Так называемое Роуд-шоу Это то Чего Многие Трейдеры Ждут И Нужно Постараться Не пропустить Этот момент Это Будет Потихоньку Незаметно В противоречии Всем Индикаторам Набор Инструментов В частности По Группе Индексов Для Закрытия Портфельных Позиций К отчетному Году Экономическому По Наиболее Значимым Акциям Ведущих Предприятий Американских Будет Также Движение Вверх То есть Индекс Будет Расти Сейчас В рынок Возвращаются Колоссальные Суммы Вверх То есть Нужно Ожидать Что Индексы Дакс Юнайтед Кингом Австралиец Франция Фрам Будут Проседать Но Затем Будет Небольшой Рост Под Новый Год Как раз Это Так Называемое Роуд Шоу Когда Портфельные Менеджеры Под Новый Год Формируют Портфели Для Отчета Колебания Будут Незначительные В течение Января После Этого Тренд Будет Уже Более Четко Определен Теперь Давайте Мне нужны Ваши Вопросы Я Перехожу К терминалу К терминалу С торговыми Инструментами И Покажу Вариант Расчерчивания Рынка Определение Зон Пробоя Диапазона Ретест И Возможности Диапазонной Торговли Так Возвращаясь К трансляции Сейчас Покажется Терминал Рабочий Его Видно Вам Будет Видно Теперь Смотрим Внимательно Все Эти Графики Я Демонстрирую Их уже Который Вебинар Подряд Эти Графики Практически Сохраняются Они Расчерчены Очень Давно И Практически При Правильном Написании Этих Графиков Мы Имеем Возможность Заранее Определив Тренд Находиться В Рынке Эту Разметку Которую Я провел Волновая Структура Рынка Можно Провести На любом Инструменте Вне Зависимости От Таймфрейма Я Переподключу Чтобы Мониторчик Мой Было Лучше Видно Редактор субтитров Сейчас Будет Лучше Видно Это Из-за Сокращения Демонстрационного Окна Ценовая Шкала На МТ4 Полностью Вылетела Часть Я Настрою Так Все Теперь Хорошо Видны Цены И Сами Инструменты Итак Что мы Имеем В продолжении Вебинара Монитор Видно Да Все Появилось То есть Та позиция О диапазонной Торговле И О Движении Рынка Спасибо Я понял Все уже Видно Очень Хорошо Получается То Что Рынок Предоставляет Каждому Практикующему Трейдеру Хеджировать Собственные Позиции На Мониторе Графики 4 часа И они Имеют Явно Противоположное Движение Направления Зоны Консолидации Расположены На Совершенно Определенных Ценовых Уровнях Это Позволяет Трейдеру Заблаговременно Занимать Позицию Нижний Инструмент Это USD Япон Верхний Инструмент NASDAQ Здесь Видно Очень Хорошо И Четко Что NASDAQ Имеет Прямо Противоположное Движение В отличие От USD Япон О чем Это Говорит Необходимо Рассчитывать Вес Инструмента По отношению К собственному Депозиту Возникает Так называемые Тормозные Зоны Рынка Или Резистентность Рынка Латентность Рынка Позднее Реагирование На вышедшую Новость То есть Если По Американскому Доллару Наблюдались Резкие Скачки Цен Вверх То NASDAQ В это Время Реагировал Гораздо Медленнее Соответственно Этим Нужно Пользоваться Резкие Выплески Цен По USD Япон И Практически Зона Консолидации На NASDAQ Это Так сказать Обережающий Индикатор Для любого Практического Трейдера О том Что в рынок Приходят Новые Деньги Хеджирующие Брокеры Обычно При повышении Уровня USD И по Начинают Закрывать Позиции Продавать Индексы Это Прямая Так сказать Торговля Которой Американские Трейдеры Пользуются Уже Очень много Лет Это Надо Знать Просто Соответственно В этот Момент И происходит Консолидация Индекса Промышленная Зона И Финансовая Зона Доллар К Японской Иене После Этого Началось Равномерное И С Большим Размахом Чем По Индексу Насдак Движение Американской Валюты По Отношению К Японской Иене Насдак В это Время Очень Плавно Уходил Вниз Меньшие Колебания Ценовые Соответственно Это Стоит Применять То же Самое Мы Наблюдаем На Графике По Аут И СД Но Уже В сравнении С индексом Аус 200 Это Индекс Промышленности Австралийский Тоже Интересные Индексы Я Им Торгую Таким Образом В портфеле Трейдера Или В инструментах На Более Продвинутом Этапе У Трейдера Должны Быть Инструменты Различных Рынков Индексы Валютные Пары Комодиты С Товарные Контракты Кстати Сейчас Очень Удобное Время Для Занятия Позиции На Покупку По Меди Пшеница Находится В Торговом Диапазоне В Связи С Высоким Спросом И Низким Предложением Это же Относится И Кукурузе По Сахару Общем Мировая Тенденция Сокращения Спроса На Сахар Как ни Странно Но Тем не Менее Это Практически Самая Низкая Цена По Сахару Соответственно От Этих Уровней Тройной Тест Нижнего Диапазона Цены И Возвращение К Наиболее Приемлемому Уровню От Цены 18.85 До Цены 20.18 Это Ситуация По Сахару По Катону Как это Ни Странно Сложились Очень Низкие Цены Очень Низкие Цены Скорее Всего То же Самое Относятся И К Лесу Это Понятно Прошу Вопросы Задавать Чат Именно По Теме Сегодняшнего Вебинара Продолжение следует На что Обращаем Внимание В первую Очередь В первую Очередь Мы Обращаем Внимание В случае Если Мы Торгуем Группу И Хед Что Есть Хеджирующий Портфель Или Набор Инструментов Это Движение Валюты Движущая Сила Рынка Это Всегда Средства Денежные Средства Финансы Соответственно Если Мы Сокращаем График До Приемлемых Размеров И Смотрим Положение Цен На тот Или Товарный Контракт Или На финансовый Инструмент То Можно Наблюдать 13 Сентября 17 Сентября Хай Хай USD Япону Наверху Находится У меня СНП500 Все графики Четырехчасовые Первый Первый Пробой И Молчание Индекса То Есть Индекс Как Товарный Инструмент Или Дорговый Инструмент Еще Не Осознал Приход Новых Средств На Рынок Поэтому Индекс Реагирует Вся Промышленная Группа Несколько С опозданием В этом Случае Доллар Является Опережающим Индикатором Видно Что Пошло Резкое Движение Доллара 13-18 Сентября И В то же Самое Время Индекс Начал Колебаться В очень Узком Торговом Диапазоне После Этого Пошло Планомерное Сливание Доллар Доказал Еще Раз Очередной Хай Индекс Пытался Вернуться К прежним Позициям И Пошел Слив Индекса При Постоянном Росте Доллара Это Вот Хеджирующий Способ Для Того Чтобы Сохранить Депозит Соответственно На каждом Из Графиков Видно Что Есть Некоторая Зона Консолидации Попарею С Де Япон Зона Консолидации По Индексу Это S&P 500 И NASDAQ 100 Ведущая Промышленная Зона Группа И После Этого Начинается Планомерное Снижение Индекса И Рост Доллара Доллар Имеет Более Выраженный Размах Движения Цены Нежели Чем Индекс Значит Смотрим Фундаментальные Новости По Волнам Эллиота Я скажу Честно Что Волнами Эллиота Я не Пользуюсь Я Пользуюсь Более Простой Системой Это Волны Вульфа Которые Позволяют Мне Делать Разметку Графика На любом Таймфрейме Но По Волнам Вульфа Предпочительнее Торговать Начиная С 15 Минут Где-то До 4 Часов Потом Волны Вульфа Так же Как И волны Эллиота Начинают Давать Посторонний Шум Встречаются Так сказать Разнообразные Построения Уже Непонятные А более Короткая Торговля По Волнам Вульфа Очень Эффективна Вилла Эндрюса К сожалению Вилла Эндрюса Это Простой Графический Инструмент Который В большинстве Случаев Не Очень Учитывает Так Называемую Инфляционную Линию Вот Я ставлю На график Три точки И Смотрим Более Правильным Построением Было бы Построение Графика Ручная Разметка От Трех Точек Два Хай Один Лоу В этом случае Нижняя линия Параллельная Верхней Всегда Будет Показывать Основной Тренд Уровни Поддержки Сопротивления Но о том Что линии Сопротивления Поддержки Очень часто Взаимообратны Это я думаю Вам известно Поэтому давайте Вернемся Так называемой Сезонной Торговли Инфляционная Линия Это линия Которая Определяется Простейшим Способом Как Повторяющийся Лоу Или Повторяющийся Хай То есть Инфляционная Линия Этот Индикатор Практически Написать Возможно С очень Большими Трудностями Но возможно Он не будет Похож На Виллы Энгерса И так далее Это скорее Всего Фрактальный Индикатор Который Показывает Некоторые Линии Образованные На чарте Сейчас Я его Вытащу На Монитор И он Не всегда Достоверно Показывает То есть Этот Индикатор Достаточно Сложен В написании И В интерпретации И очень часто Он дает Противоречивые Данные То есть В этом случае Он работает На некоторых Парах Как ни странно У некоторых Брокеров На FX.com Он практически Не работает То есть Мы видим Здесь Фрактальные Построения Частоту Повторения Так называемых Локальных Экстримумов High Локальные Экстримумы Low Но Инфляционного Наклона Как такового Нет То есть Инфляционный Наклон Рассчитывается Обычно По трем Точкам Это 2 2 High 1 Low Или 2 Low 1 High Это Скорее всего Тенденция Которая Прослеживается На рынке И наклон Трендовой Линии В зависимости От Кредитной Ставки Центробанка Той Или Иной Страны Это Понятно Про Инфляционную Линию В частности Давайте Посмотрим На Инструмент Аут УСД Это Наиболее Радикальная Финансовая Политика За Время Кризиса Центробанк Австралии Примерно Примерно В два Раза Чаще Чем Америка И Европа Менял Ставку Рефинансирования То есть При При Снижении Ставки Рефинансирования Для Увеличения Денежных Потоков Это было Решение Принято По-моему В октябре Или в сентябре Месяца Видно Что Австралиец Которые Очень Часто Трейдеры Применяют Для Кэрри Трейд То есть Очень Выгодные Слоповые Позиции Слоповые Позиции Против Валют Имеющих Низкую Процентную Ставку Рефинансирования Американский Доллар Евро Канадец Британец Японская Иена Даже Новозеландский Доллар Они Все Имеют Более Низкую Ставку Рефинансирования То есть Длинная Позиция Или Позиция Покупки Австралийца С Продажей Прежде Упомянутых Валют Всегда Очень Выгодно Это Могу Показать На своповых Позициях Которые Я Совершал То есть Был летний Сезон Я Держал Своповые Позиции И Достаточно Хорошо Хорошую Прибыль Получил Чисто На своповых Позициях Которые Действовали Пункты Просадки И Так Далее То есть Если Своповая Позиция Брокером Каждый раз Вам Закрывается Плюс Два Доллара С удержанием Комиссии В 20 Центов Или В 2 Цента То Это Хорошая Позиция При Хорошей Диапазонной Торговли Если Видно Что Инструмент Вошел В диапазон Торговый Можно Эту Позицию Держать Очень Долго И Добавляться Именно По Своповым Инструментам Это В частности Австралии Против Канадца Японца Американца Евро Британца И даже Новозеландца Все Это Разница Между Банковской Ставкой Рефинансирования Ну Я могу Частично Стоит Показать Собственную Чисто Так Скать Для Знакомления Этому Счету Всего Лишь Полгода В ноябре То Что мы Видим Начиная С 16 Июля Это Это В основном Своповые Позиции Которые Они Отдельно Выделены Раунд Тен Или Тен Овер Это Все Позиции Своповые Которые Имеют В частности По КСАУ И УСД Спотовое Золото Против Американского Доллара Ежедневно По Открытой Позиции У Форекс Ком Свой Способ Пересчета Сифидишек И Спотового Золота Но Здесь 0.01 Лот При Свопе 10.50 И Ставка Брокера Минус 11 Центов То есть Это Вот Все Позиции Которые Сейчас Видны У вас На Мониторе Это Все Своповые Позиции Которые Я Открывал USDCAT USD Япон XAUUSD OutGPU OutCat Это Все Позиции Своповые У Меня Таким Образом При Достаточно Свободном Графике В Большинстве Случаев Я Получал Положительный Своп Это Нужно Учитывать Здесь Сколько Это Порядка Трех Месяцев Позиции Держались Ну Вернемся К Торговле В Видеофильме Это Будет Очень Хорошо Все Видно Поэтому На Вебинаре Поскольку Все-таки Сервис Разнесен Тайвань И Другие Страны Наблюдается Некоторая Задержка В Передаче Видео И Звука Поэтому Совет Если Есть Возможность Вступления В Голд Клаб Там Все Эти Видео Порядка Тридцати Слишним Уже Будут Выложены Вебинар Длится Уже Около Часа Поэтому Я Прошу Задавать Конкретные Вопросы По Теме Сегодняшнего Вебинара Презентация Хорошо Сейчас Видна Я Буду Переключаться Между Окнами То есть Мы Рассмотрели Сезонные Циклы Движения Валют Еврозона В основном Это Много Стран Собранных Под эгидой Центробанка Европейского Основная Ведущая Сила Это Все-таки Германия Кризис Финансовый Кризис Мировой Начинался С того Что Американские Производственные Средства Были Рассеяны По многим Территориям В том Числе По странам Еврозоны Но Это Было Автоматизированное Производство С Небольшим Наемным Персоналом Поэтому Когда Начался Кризис Деньги Срочно Ушли С рынков То То есть Немцы Немцы Хорошо Подзаработали На этом В основном ЕЦБ Это Германия Франция Частично Великобритания Также Президентские Циклы Это Очень Интересный Вопрос На этом Графике Видно Трендовое Трендовое Движение Валюты В зависимости От того Или иного Президента На Обаме Видно Попытка Восстановления Прочности Американской Валюты Это Не Получилось В то же Самое Время По-моему Это Рейган Никсон Клинтон Мы Видим Как бы Противоположную Зигзагообразную Трендовую Линию По отношению К Обаме Значит Скорее всего Консолидация Рынка Произойдет На уровне Против Евро 1.18 1.28 Обама Пока Во флете Так Можно Сказать До Вступления В Полномочий Президента Поскольку Так У нас Именно Компенсация После Выборов Он Влил В Американской В Американскую Промышленность То есть Он даром Раздал Бензин Значит Соответственно Вскоре Будем ждать Роста Бензина Роста Нефти Последствия Урагана Будут Ликвидированы Национальный Запас Необходимо Восполнять Восполнять Будут С рынка То есть По спросу Сланцевые Сланцевые Газы Газ Так называемый Сланцевый Пока еще Нуждаются В совершенствовании Технологии Поскольку Это очень Так сказать Неустойчивое Производство И возможно Большие Катастрофы Квартальные Колебания Рынка Да Существуют Существуют Квартальные Колебания Рынка Но в основном Колебания Рынка Происходят Из-за Общесезонного Тренда Это Осень Зима Весна Лето То есть Осенью Обычно Доллар Растет Евро После окончания Туретического Сезона Падает Также Необходимо Учесть Что Экономический Год В США Заканчивается В сентябре Первый Отчет Второй Отчет По календарному Году В январе То есть Промышленность Отчитывается По Экономическому Году А Финансовое Учреждение По Календарному Году То есть Брокеры Отчитываются Именно По Календарному Брокеру А Рынок США Перегрет Примерно Ну Процентов На Двадцать То есть Количество Акций К реальному Имуществу Нефть Растет Доллар Падает Так ли Это Нет Немножко Не так Если Экономика США Начинает Выбираться Из Кризиса Экономика США На 70% Состоит Из Персонала Который Обеспечивает То есть Это Розничная Торговля Вспомогательные Службы И так Далее Многие Корпорации Из-за Кризиса Сократили Филиалы Соответственно Филиальная Сеть Уменьшилась То есть Мелкие Торговцы Которые Обеспечивали Рекламные Агенты Мелкие Торговцы ДТП Так Называемая Розничная Торговля Или Уличная Торговля Начали Сокращаться Филиальная Торговля Соответственно Количество Рабочих Поэтому Нужно Смотреть Занятость Населения Стоимость Доллара Стоимость Наличие Запасов Количество Запасов По нефти США Последний Ураган Обама Открыл Национальный Запас Соответственно Они Уменьшились Поэтому В ближайшем Будущем Нужно Ожидать Именно Роста Стоимости Нефти Что еще Говорит О росте Стоимости Нефти Высокая Стоимость Продовольственных Контрактов То есть Чем дороже Та же Самая Пшеница Для Покупателя Тем дороже Она Для Продавца Потому что Покупатель Сразу же Начинает Двигать Цены На Энергоносители Вверх Почему Потому что Он Хеджирует Собственные Позиции Через Нефть Доллар Нефть Пшеница Соответственно Пшеница Находится В диапазоне Это Связано С Экономическим С мировым Продовольственным Кризисом Последствия Которого Будут Менее Выражены Государства Начали Регулировать Продовольственные Рынки Но Пшеницу Ниже 480 Я уже Не ожидаю То есть Ситуация Будет Примерно Колебание По пшенице 480 620 В каком Диапазоне Будут Колебания Евро Доллара Давайте Я сейчас Покажу Свой Мониторчик И Предыдущий Вебинар Кто Присутствовал Я Переподключаюсь Значит По евро Доллару Этот Четырехчасовой График Указаны Хай Предыдущего Месяца Средняя Цена Предыдущего Месяца И лоу Предыдущего Месяца То есть Сейчас Евро Торгуется Ниже Нижней Цены Предыдущего Месяца Скорее Всего Будет Возврат В зону 1.2970 Дальнейшее Движение По Евро И УСД Я ожидаю В диапазоне На Следующий Год То есть Буквально Вот уже Где-то К апрелю В конец Февраля Марта Будут Нижние Цены На Евро И УСД Это Порядка 1.25 1.24 А верхняя Граница У меня Стоит Отложен На 1.34 33.80 То есть Я предпочитаю Диапазонную Торговлю Слоповые Позиции Которые Я показывал Весьма Эффективны И Выгодны И Позволяю Трейдеру Постоянно Получать Прибыль Из Рынка Рынок Сам Вам Дает Средства К Заработку Никогда Не Читайте Что Вы У кого-то Отнимаете Или Кто-то Отнимает У вас Прежде Всего Профессиональная Безграмотность Трейдера Побуждает Его Искать Различные Другие Причины Причина Это Прежде всего Человека И его Мастерство Соответственно Этот график Был Расчерчен И Рассчитан Начиная С февраля 19 июня 2012 года Примерно В эти сроки Был рассчитан График Расчерчен И Все Практически Совпадает За Исключением Пробоя Нижней Линии По Вульфу 1.3.5 То есть Точка Для Захода В Рынок Но В дальнейшем Рынок Консолидировался И Ушел Вверх Как Раз По Линии 1.4 Откуда И Следовало Делать Продажи Это Вот Линии 1.4 В Трендовой Линии Которой Цена Стремится И От Которой Следует Делать Продажи Противоположные А Это Общетрендовые Линии 1.3.5 И Верхняя Трендовая Линия Соответственно Образовалась Новая Зона Которая Подтвердилась Все Данные По 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 М Harvard Выложены На Сайте Forex SC Зайдите Пожалуйста На Главную Страницу Там Все Эти Видео Выложены Для Свободного Ознакомления Тут Тайного Нет Ничего Нужно Просто Грамотно Подойти Опять Подойти К Обучению И Научиться Строить Эти Графики И Линии Которые доступны каждому трейдеру. Сейчас я открыл позицию по AUGPU, практически японская иена, практически на хай. Но в связи с тем, что сезонный тренд доллар снижается, NASDAQ снижается, австралийская промышленность в этом кризисе оказалась наиболее сильной, в том числе российская, китайская, индийская, сформировался, этот самый БРИКС, так называемый, страны Тихоокеанского региона, включая Россию. То, скорее всего, австралийская промышленность в скором будущем займет одно из ведущих мест на мировых рынках. Здесь по паре австралиец-USD после решения снижения ставки видно падение австралийца по отношению к доллару, консолидация и потом постепенный рост. Индекс в это же самое время начал очень быстрый рост. Почему? Стали более дешевыми деньги, средства стали более дешевыми. То есть австралийская промышленность смогла наводнить рынок собственными товарами по более низкой цене. Ставка рефинансирования. После этого, поскольку спрос пошел на австралийскую товарную группу, вся промышленность импортеры из других стран вынуждены покупать товары в стране, которая производит в национальной валюте, пошли более усиленные конвертации австралийца в австралийцы из других валют. Это очень простые расчеты. Сейчас я напишу адрес сайта Forex.se Все правильно. Там выложены в блоге все эти вводные видео. У нас специальные семинары. То есть меня интересуют ваши вопросы. И поэтому прошу все вопросы задавать в чат. любые инструменты, любые торговые системы. Как правильно понимать диапазонная торговля, ретест, пробой торгового диапазона, сезонная торговля, циклическая торговля. Тут я сразу должен был сказать, что я пользуюсь основными волнами и льотом, а именно циклическая торговля как сезонная торговля. Это промышленность, распыленная по многим странам еврозоны, офшорные предприятия. И в то же самое время американская промышленность, которая уже официально заявила о том, что доллар не является резервной валютой, по отношению к докризисному времени стоимость доллара ну примерно 40 центов, возможно даже минус 50 центов. Почему? Потому что quantitative easing, как проводили американцы, привел к тому, что госдолг США уже полтора раза перекрыт и с лишним выпуском валюты. То есть за счет этого рынки и индексы держатся на плаву. Как только кризис начнет заканчиваться, подходить к концу, индексы тут же рухнут, поскольку промышленность залита необеспеченным долларом, то есть стоимость продукции очень высока. В этом случае нужно вспомнить заявление главы центробанка, было сделано это примерно около года назад, о том, что мир должен привыкнуть жить в условиях дорогого евро. То есть соответственно за счет вливания в рынок при том же качестве продукции или при небольшом ребрендинге качество товара остается прежним, а стоимость его увеличивается. Это видно на сырьевых контрактах, в частности на нефти, на меди, на свинцы, алюминии, олови и так далее. Золото относится скорее к ювелирной группе, чем к промышленной группе. А вот необычно высокий рост серебра по отношению к золоту. Это все-таки то, что серебро с учетом новых технологий и нанотехнологий это промышленный металл, поскольку ювелирные украшения серебра это, ну так скажем, в основном-то Индия и другие страны южного региона, Восток, Юго-Восток. Поэтому серебро это промышленный металл, соответственно, нужно ожидать, что будет повышенный спрос именно по нанотехнологиям это изделия, в которых проводники и так далее будут на основе меди и серебра. Ну, в частности, техническое золото. Но в отличие от золота техническое серебро как таковое на рынок не выбрасывается. Есть понятие ювелирное золото, унция и техническое золото. Техническое золото это золото высокой пробы, полученное вторичным способом, то есть промышленность сливает все эти микросхемы, коннекторы на переплавку. И уже золото из-за этого в начале каждого года до примерно февраля месяца наблюдается снижение спроса, поскольку присутствует избыточное предложение. Эти индексы я беру на forex.com там, где у меня счет открыт и провожу анализ не меняя торговой системы, то есть на прошлом занятии мы рассмотрели фундаментальный анализ, технический анализ, механические торговые системы, автоматические торговые системы, практически одно и то же, то есть автоматические системы выставляют ордера на покупку и продажу, устанавливают тейковые позиции, стоповые позиции и работают чисто вот так, без участия трейдера. Аналитическая торговая система, которая выдает сигнал в терминал, трейдер анализирует ситуацию, ну на примере индекса аус-200 и аут-юсд и принимает самостоятельное решение. То есть по этой декущей ситуации видно, что в конце концов пара аут-юсд может вернуться в диапазон 1.06-1.07, то есть к хаям. То же самое время индекс австралийский из-за того, что ставка рефинансирования снизилась, у него менее выражены колебания. То есть аут-юсд растет, выражен рост, а индекс в это время снижается незначительно. То есть промышленность Австралии в это время еще, так сказать, не наполнила рынок товарами. Поэтому производство не сокращается, а находится на прежнем уровне. В то же самое время спрос на австралийскую промышленную группу увеличивается. Поэтому индекс падает незначительно, а австралиец растет более высокими темпами. Какой индекс лучше использовать при торговле евро-юсд? Ну давайте вернемся к ДАКСу. Это индекс немецкой промышленности и посмотрим на соответствие индекса евро-юсд и ДАКС. И сейчас я включаю евро-юсд. То есть сразу понимаем, что немцы за собственную промышленную группу рассчитываются только в евро и вся еврозона. я переключаюсь на темплейт, на шаблон более удобно для восприятия. Немного увеличиваю. ищу, да, все достаточно. То есть смотрим движение насыщенности еврозоны валютой. Сейчас в рынок придет порядка 40 миллиардов евро. Это возврат в финансовую систему, займы, бонусы, кредиты, облигации, различные страны еврозоны и спрос на промышленность немецкая именно вот на DAX 30. 30 ведущих предприятий. То есть видно, что с 28 октября DAX начал потихоньку расти. Евро и USD совершила скачок и начинает падать. То есть немецкой промышленности также выгоден низкий евро. Это вот хеджирование позиций по парам с противоположным ходом. Это DAX евро и USD NASDAQ S&P 500 и USD Япон и AUS 200 OUT и USD. То есть вот три группы инструментов по которым можно делать опережающие прогнозы и анализ рынка. Анализируем пару совершаем сделку по индексу. Это очень хорошо видно на паре USD Япон и NASDAQ 100. То есть первый скачок по стоимости валюты по отношению к японской иене и индекс практически немножко поколебался потом резко ушел вниз. Прежний хай не достиг и пошел постоянно тестировать лоу хай лоу хай. Здесь виден так называемый размах рынка. Индикатор по объемам который иногда появляется на мониторе у меня это это индикатор который лежит в свободном доступе в интернете называется Level Sensor. он считает накопленные объемы по инструменту на истории и показывает так называемые торговые зоны в которых был скоплен наибольший интерес. Все эти графики расчерчены примерно в июле и до сих пор видно что тот или иной торговый инструмент из диапазона не вышли. Сейчас я показываю английский индекс United Kingdom соточка и движение валютной пары ГПБ и УСД знаем что Великобритания вошла в еврозону но оставила вхождение в собственную валюту. К тому же сельхозпроизводство Великобритании получает постоянную дотацию от Европейского Центробанка. Соответственно видно что этот индекс в отличии от остальных индексов и хеджирующих инструментов находится в более или менее равномерном ходе. То есть нужно каждый раз подбирать и анализировать пару хеджирующую для работы на рынке. Видно что фунт падает индекс также падает. Только встречаются незначительные противоречия которые ярко выразились только в октябре месяце этого года. А так в основном картинка очень разно читаема и я не торгую ГПБ и ЮСД вообще поскольку я считаю что все-таки фунт это уже экзотика. Сокращение стран хождения очень велико по фунту Тайвань там Гонконг юрисдикции острова ушли от Англии то есть местная валюта это или доллар или евро или национальная валюта. Поэтому к фунту я отношусь очень настороженно это так сказать пиратский замысел по формированию Центробанка Англии известная история поэтому к фунту я отношусь как авантюрная валюта то есть предпочитаю не работать с фунтом. Волны Вульфа очень хорошо работают на любом таймфрейме на любом таймфрейме необходимо только учесть то что вы на 4 часах видите не всегда встречается на 15 минутках сейчас я вам расчерчу быстро очень волну Вульфа по тому же британцу счет волн должен быть хорошо известен видео выложено на форекс это считаем от первого снижения после хая или от первого понижения после лоу то есть эта вершина каждый раз будет системообразующей это 2-3-1-4 или 2-3-1-4 мы получаем размах рынка вот размах рынка в противоположную сторону получается та же самая картина только наоборот соответственно это так называемые трендовые линии линии которым будет цена в ближайшем времени стремиться у трейдера задача 2-3-1-4 трендовая линия при переходе на больше таймфрейм видно что эта трендовая линия будущая ее можно передвигать по последующим хаям и совершенно спокойно устанавливать на график каждый раз вы должны учесть что существует зона консолидации это зона консолидации всегда будет выражена накопленным большим объемом по предыдущим сделкам я показываю этот индикатор level sensor он доступен в интернете множество модификаций у него я для себя выработал максимальное количество баров по истории 5000 шаг 10 я его устанавливаю видно что сейчас фунт вошел по тем же волнам вульфа все что вниз это трендовая зона по волнам вульфа то что вверх это трендовая зона то есть то куда стремится цена таково определение по волнам вульфа и видно что сейчас начинается безобъемная торговля по фунту основной объем по фунту выражен в зоне 1.5640 1.5720 то есть вот зона максимального скопления интереса которую мы имеем на истории таким образом наклон трендовых линий практически соответствует так называемой инфляционной линии тут же мы смотрим ставку рефинансирования ставка ставка рефинансирования ставлена прежней то есть больших колебаний по рынку нет в случае изменения ставки рефинансирования скажем понижения это был бы спайк вверх потом возвращение к ведущему уровню и пошла новая инфляционная линия в случае понижения та же самая история это понятно да поэтому прошу по теме сегодняшнего вебинара я достаточно четко рассказал о хеджирующих инструментах о диапазонной торговли о ретестах о пробои диапазона о формировании линий сопротивления и поддержки поэтому по этой теме я прошу задавать вопросы ну для облегчения этот индикатор у меня многие просили он просто лежит в интернете просто лежит его правильное название это level sensor 116 я его сбрасываю в чат ищите пользуйтесь в свободный доступ абсолютно сразу предупреждаю те кто увлекается торговлей по WSA volume spread analysis необходимо учитывать что рынок это рынок на рынке представлены многие брокеры и трейдеры в том числе соответственно чем более известен ваш брокер тем более достоверные объемы у него проходят на мониторе он поставляет более достоверные объемы в терминал трейдеру соответственно если у вас малоизвестная брокерская фирма то там возможен очень большой шум очень большой шум по одному и тому же инструменту я сравнивал четырех брокеров известных это Alpari Broco затем Fibo Cerich Capital практически объемы у всех одинаковый вид свечей но свечи могут различаться то есть если мы пытаемся проводить анализы по так называемому Piccolo Bar это так называемый пробойный бар на мониторе он виден как бар с длинным носом и коротким хвостом это Piccolo бары все идут вот он Piccolo Bar четко выражен Piccolo Bar Piccolo Bar то у другого брокера он может выглядеть совершенно по-иному поэтому нужно каждый раз анализировать накопленный объем и сам вид цены если у нас есть подтвержденные прежние локальные экстремумы или Low или High то это скорее всего разворотные уровни если мы имеем зону неподтвержденную объемом то скорее всего движение торговое будет вестись именно в эту зону это и видно по паре фунт доллар соответственно поскольку сейчас фунт вошел в следующую зону поддержки я ожидаю некоторую консолидацию эта зона на уровне 1 57 90 по волнам вульфа очень просто вот на мониторчике по паре фунт доллар я быстро расчертил так называемые трендовые линии трендовая линия это линия которой стремится цена то есть точка для входа или выхода из рынка эта линия каждый раз обозначается как 1.4 эта линия может быть направлена вверх или вниз при множественном паттерне вульфа который мы вот здесь наблюдаем образуется последующие резкое движение цены поэтому поэтому необходимо учитывать при графическом анализе не свечном анализе а именно вид цены как трейдер получает цену в свой торговый терминал это так называемые внутренние бары длительный период больше двух суток внутренние бары и развороты то есть откат к прежним уровням прежние уровни подтверждены малым объемом то есть мы имеем большой объем на уровне 1.61 и большой объем на уровне 1.56.80 то есть соответственно цена с остановками в этом торговом диапазоне в дальнейшем будет двигаться поэтому для начала трейдер должен научиться просто чертить графики расчерчивать графики тогда приходит понимание рынка у меня открыты счета в частности forex.com меня пока этот брокер устраивает экономический анализ на прошлом вебинаре я демонстрировал сайты где я беру экономические данные но в принципе если вас интересует любой торговый инструмент в частности еврозона отличается низким производством газа и нефти соответственно товарные запасы газа и нефти приобретаются в других стран и нефти сложность евро что международный рынок в основном работает при расчетах за энергоносители в долларах соответственно нужно смотреть учитывать стоимость американской метки американского доллара по отношению к японской иене и пару евро и USD насколько мне известно товарные склады еврозоны забиты газом и нефтью лет еще так на 5 на 10 вперед соответственно больше всего нас интересует пара USD Япон и американская нефть английская нефть менее интересна поскольку она в частности совершила противоход по отношению к американской нефти это видно на графике это все-таки частные поставки английские международный рынок энергоносителях в основном работает за счет американского доллара то есть видно по английской нефти резкий выброс цены гораздо более выраженный чем выброс цены по американской нефти английская нефть продолжает расти американская нефть находится в снижении это вот так называемая и диапазонная торговля и сезонная торговля в том числе и цикличность справления президентов то есть это очень удачный вебинар на котором сложились практически все факторы которые могут привести к дальнейшему обновлению рынка но обновление рынка определение тренда скорее всего нужно ожидать в конце февраля когда портфельные менеджеры закроют собственные портфели когда рынок определится как относиться к дорогому доллару и к дорогому евро посчитает запасы квартальные годовые отчеты экономический отчет по штатам сентябрь календарный отчет это январь месяц соответственно тема сегодняшнего вебинара практически исчерпана сделаем небольшой перерывчик вы подумайте над вопросами я на них отвечу и после этого вебинар мы закончим именно по коту commitments of traders то есть там мы читаем открытые позиции на покупку и открытые позиции на продажу это понятно да индекс доллара обычно информативен по отношению к долговым обязательствам США и менее информативен это так сказать запаздывающий показатель по отношению движения пар евро и USD и USD японская иена соответственно индекс доллара это скорее всего инструмент который показывает наличие интереса долгосрочным обязательствам США ну и поскольку США постоянно разбавляют рынок выпуском доллара то практически то практически я не торгую индексом доллара индексом евро и так далее сейчас я скину в чат ссылочку здесь можно посмотреть в зависимости от обновления интерес трейдеров к той или иной товарной группе практически по всем позициям то есть фьючерсы на валюту фьючерсы на товарные контракты продуктовая группа и фьючерсы на сырье поэтому если вопросов больше нет благодарю за внимание всего хорошего удачи в торговле до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...